Сегодня 25 октября, пятница, и мы ведем свой эфир из Дабл Гриль и Бар на 8 марта 8Б. Именно здесь сегодня наш рок-н-ролльный утренник происходит. Именно отсюда сегодня идет не только радиотрансляция, но и видеотрансляция, друзья. Что у вас эти? Вы можете спокойно зайти на сайт rockarazinal.ru, там на главной странице справа ссылка на аудиотрансляцию. А чуть левее от этой ссылки есть надпись «Видеотрансляция живая из Дабл Гриль и Бара на 8 марта 8Б». Поэтому подключайтесь, если вы не только хотите нас слышать, но еще и видеть, пожалуйста, включайтесь. Мы вас будем рады также осязать и через сайт. Фирменная футболка группы «Муми Тролль» и «Балантайнс» достается. Поздравляем. Он что-то вообще сегодня везучил. Баловень судьбы. Так. Скидка 15%. До конца ноября, на все меню в дабл. Вот это проперло называется. Аплодисменты. Ну что такие аплодисменты? Вы устали, что ли? Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104,5 FM. В Екатеринбурге 7 часов 53 минуты. Доброе утро, друзья. Мы ведем свой эфир из Дабл Гриль и Бар на 8 марта 8Б. Доброе утро. Ну что, у нас время пробок. Владимир Назимов поведает о том, где сейчас тяжело и плохо. Привет всем, кто за рулем. После вчерашнего снегопада выражаю свои соболезнования. Если есть проблемы с резиной, у вас не осталось времени, чтобы переобуться. Яндекс.Пробки показывают 6 баллов из 10 возможных. Где у нас проблемы? Новости. И снова здравствуйте, мои хорошие. Снегоуборочная техника работала всю ночь на дорогах Екатеринбурга. В ГИБДД подсчитывают ДТП, которые произошли вчера вечером практически на всех улицах города. Уборочная техника вышла на борьбу с последствиями снегопада уже после 9 вечера. Видимо, когда основные дела у них закончились. Основные пробки закончились. Да, это тоже. Здесь есть люди, которые приходят не первый раз, мы их знаем. Но есть те, кто пришли первые. Поэтому, если не трудно, желающие просто подойти, представиться. Ваши аплодисменты Алисе. Похлопайте. Меня зовут Алиса, я из верхней Пашмы. Родной город. Рок-профессионал слушаю с первого класса. А в каком ты сейчас уже живешь? В шестом. А как так? Видимо, мы общались. Даже мы так не можем. Какую музыку любишь? Люблю рок, рок-н-ролл, плюс. А кто у тебя любимый, Алиса? Король и шут люблю. Король и шут. Король и шут. А из западных? Слушаю арию, чиш. А сама на чем-нибудь играешь? Нет, получается. Получается? Ничего, все получится еще, если закончится. Спасибо тебе большое. Ребят, давайте поаплодируем. У нас продолжается серия наших мега-докладов и мега-докладчиков. Сережа Колосницына, поприветствуйте, пожалуйста. Он подготовил выступление. Вот сегодня я просто хотел бы поделиться своими ощущениями о, безусловно, незаурядной, интересной и очень достойной группе под названием «Черный обелиск». В переспелах у нас сегодня, как обычно, на наших утренниках уже входит в традицию, я так думаю, в живой перепел. Действительно, так ведь? Да. А еще одного перепелиста, который сейчас поднимается по лестнице, попрошу шевелить помидорами побыстрее. Юрий Борисович Мишков подтянулся. Привет. Катя, доброе утро. Доброе утро. Это Екатерина Прожерина. Катя, доброе утро. Ну что ж, наступает самое приятное для нас время. Отчет начальства о проделанной работе. Бонжурно, everybody. На прошлой неделе произошло одно такое не очень приятное событие, и я не стал вам о нем рассказывать. Я не стал бы вам о нем рассказывать, если бы на этой неделе ситуация не разрешилась в обратную сторону. Значит, это вот тот случай, когда происходит какая-то фигня в жизни. Если к ней правильно отнестись, ее можно перевернуть в достоинство. Один из местных интернет-порталов написал такую статью, псевдоаналитическую о радио. В статье были перевраны факты, подтасованы всякие, в общем, непонятности. И, в общем, меня лично, вот как человека, который 20 с лишним лет работает на радио, в этой статье вспесило каждое слово. Мало того, оно, в общем, обидело и вспесило практически всех, кто работает на радио. Человек совсем не в теме. Когда мы обратились к главному редактору издания, редактор приехал с поникшим взглядом, выслушал все, что мы ему хотели сказать. Сказал, я приехал, извините, и достал пузырь. Вот это был простой, понятный, человеческий поступок. А вспоминая, собственно, сам материал и читая его, я вдруг обнаружил, что, поскольку там все написано с точностью, да наоборот, сколько хорошего есть на радио. У нас прекрасный город, и когда кто-то окосячил, самый лучший способ прийти, извиниться и принести бутылку. И сразу все куда-то уходит. За бутылку! Будьте здоровы! Владимир Назимов, Антон Башков и все наши гости, и гражданка Неконорова, строили-строили и, наконец, построили Дом восходящего солнца! Браво! Спасибо!